Эксмо Детство Вступление Все слышали об огромных и ужасных динозаврах. Они захватили Землю более чем на 150 миллионов лет, просуществовав целых три периода — Триасовый, Юрский и Меловой. Своим величием, причудливостью формы и пугающей привлекательностью они затмили всех прочих живых существ. Но давай на минутку попробуем отвлечься от гигантских диплодоков и зубастых тираннозавров и присмотреться к миру, который их окружает. Окажется, что вокруг много всего интересного. В реках сидят монструозные крокодилы, способные утянуть на дно динозавра, моря полны морских чудовищ, длинношеих плезиозавров, изящных ихтиозавров и свирепых мозозавров. Но не одни рептилии правят бал. Моря и реки также полны рыбы всех форм и размеров. Орды аммонитов в своих закрученных раковинах бороздят океаны, уворачиваясь от несущихся стримглав бельмнитов и кальмаров. Воздух тоже не пустует. Птерозавры с причудливыми гребнями, зубастые и беззубые птицы, стрекозы и насекомые, очень похожие на бабочек, это лишь малая доля всех животных, покоривших воздушные просторы во времена динозавров. И даже на суше, помимо динозавров, есть на кого посмотреть. Под ногами снуют маленькие юркие зверюшки, по веткам ползают древнейшие ящерицы и хамелеоны, и кругом жужжат, свистят и стрекочут невероятные насекомые. Итак, мезозойская эра — это не только эра динозавров. Хотел бы ты познакомиться с соседями динозавров поближе? Тогда включай следующую главу и вперед к невероятным приключениям! На дне морском Усталый длинношей динозавр Завропот тяжелой поступью подошел к побережью Бескрайнего моря. Через миллионы лет на этом месте будут красоваться поля французских виноградников, но сейчас, в конце юрского периода, моря покрывают огромные территории, создавая рай для миллионов существ. Завропот аккуратно стал заходить в освежающую прохладную воду, охлаждая перегретое на солнце тело. По пути он внимательно рассматривал открывающийся перед ним бескрайний подводный мир. Вот беспокойный лобстер с недовольством отползает в сторону, чтобы нечаянно не попасть под ногу неуклюжего великана. Возможно, это один из первых лобстеров на планете, но динозавр, конечно, не способен оценить его уникальность. Первые лобстеры появились более двухсот миллионов лет назад, но они были совсем не такими, как современные. Настоящие, знакомые нам лобстеры, появились только в меловом периоде. А вот начались целые лужайки, покрытые устрицами. Устрицы растут, плотно прижавшись друг к другу боками, создавая уникальные устричные поля, называемые устричными банками. Эти моллюски захватили моря в те времена, когда динозавров еще не было на свете. А вот завропод попал в настоящий лес из водорослей. Водоросли – самые древние растения Земли. В водорослях прячутся испуганные креветки, а по дну побежали суетливые крабы. Похоже, динозавр растревожил всех морских обитателей. Чем глубже динозавр заходит в воду, тем больше появляется животных, живущих в толще воды. Вот показались умиротворенные медузы. Дорогой друг, а ты встречал когда-нибудь медуз? Они выглядят совершенно безобидно, но стоит опасаться их длинных щупалец. Некоторые могут обжечь тебя, будто крапива, а другие могут даже представлять угрозу для жизни. Но у завропода очень толстая чешуйчатая шкура, так что ему яд медуз не страшен. Наконец, подводный мир заиграл всеми красками. Похоже, динозавр подплыл к подводному замку, к большому коралловому рифу. Как и в наши дни, коралловый риф был домом и прибежищем для множества животных. Вокруг рифа в воде зависает множество скрученных спиралью раковин. Из каждой раковины высовывается голова с большими умными глазами и ртом, окруженным десятью щупальцами. Это аммониты. Сейчас их ребристые закрученные раковины находят по всему миру, что позволяет предположить, что когда-то аммонитов можно было встретить во всех морях и океанах. Их раковины иногда были немного крупнее шоколадной медальки, но некоторые вырастали размером со шкаф. Таких существ, у которых из головы растут щупальца, ученые называют головоногими моллюсками. И в эпоху динозавров были и другие такие моллюски. Уже появились первые осьминоги и кальмары, а еще рядом с аммонитами стремительно плавали головоногие белемниты. Белемнит внешне был очень похож на кальмара, но внутри он выращивал длинную раковину – стержень. Такой у современных кальмаров нет. Эти тонкие вытянутые ракушки часто находили в деревнях и принимали их за пальцы чертей. Раковина белемнита чем-то напоминает снаряд. Даже само название «белемнит» так и переводится – «метательный снаряд» или «дротик». И, конечно, подводный мир был полон рыб. Какое же может быть море без рыбы? На небольшой глубине обитали рыбы-катуры. Эти рыбы обладали очень крепкой чешуей. Думаю, даже гарпун не смог бы ее пробить. На глубине обитали самые крупные рыбы юрского периода – 16-метровые литсихтисы. Своей огромной, как ворота гаража, пастью они выцеживали из воды самых крошечных животных – микроскопический планктон. Однако «большой» не всегда означает «страшный», а маленькие рыбы, напротив, могут оказаться очень опасными. Например, пиранье мезодон обладал такими же острыми зубами и мощными челюстями, как у современных нам пираний. У древних котуров и литсихтисов сохранился единственный родственник – ильная рыба из озер Северной Америки. Мы познакомились с морским миром юрского периода. Конечно, и в другие периоды мезозойской эры было на что посмотреть. Например, в меловом периоде можно было встретить рыбу вампира Энхода, ската с пилой Анхопристиса и крылатую беззубую акулу Аквилоламну. Акулы существуют на Земле более 400 миллионов лет. Во время юрского периода впервые стали появляться акулы, очень похожие на современных. Но не только древние воды морей были полны жизни. Загадочные и пугающие животные поджидали динозавров также в реках, озерах и болотах. Так чего же мы ждем? Пора отправляться знакомиться с болотными монстрами.